Всем привет! Вы нагнали же из Германии от Эльвиры. Я Эльвира, это моя кухня и сегодня я хочу с вами поделиться рецептом приготовления стручковой фасоли. Эту фасоль можно подавать как холодной, так и горячей. Можно ее применить как гарнир или как салат. Ну что, приступаем! Для моего рецепта нам понадобятся грибы-шампиньоны, которые я уже почистила и порезала вот на такие пластинки. Стручковая фасоль. У меня на данный момент она свежая. Я ее тоже помыла, почистила и разломала на небольшие части. Также нам понадобятся помидоры, лук. У меня белый. Если у вас есть лук-порей, можно его заменить на порей. Также соевый соус, кунжут и специи соль, перец, красный перец и чесночек. Также нам понадобится подсолнечное масло для жарки нашего блюда. Для начала мы отварим нашу фасоль, так как она свежая. Если у вас замороженная, варить ее не обязательно. Я налила водичку, посолила и проварю в кипящей воде буквально минут 10. Пока варится наша фасоль, мы измельчаем чеснок. Измельчаем его не на большие вот такие кубики. Можно, конечно, потереть на терке или выдавить через пресс, но я нарежу кусочками. Если вы любите острое, в это блюдо можно добавить перец чили. Чеснок мы измельчили, теперь мы займемся помидорами. Помидоры я разрезаю на небольшие четвертинки. На разогретой сковородке мы обжариваем наш чеснок буквально пару минут. Теперь отправляем сюда лук и продолжаем обжаривать. Если вы воспользуетесь луком-пореем, то его надо будет жарить чуть-чуть позже, так как он очень быстро готовится. Теперь мы это слегка все обжарим, буквально пару минут до помягчения лука. Когда наш лук помяг, мы отправляем сюда грибы и продолжаем готовить до полуготовности грибов. Сюда же гриба мы отправляем наши специи. Специи вы добавляете по своему вкусу. Теперь накрываем крышечкой и даем прожариться грибам. Вот наши грибы, которые уже полуготовы. Теперь отправляем сюда нашу фасоль, которую я уже скинула на брушлаг и сцедила. Фасоль у нас сварилась, но не разварилась. Теперь мы это все протушим еще буквально пару минут, но добавим сюда немного соевого соуса. Фасоль и грибы мы протушили в соевом соусе буквально пару минут. Теперь отправляем сюда наши помидоры и даем им протушиться еще буквально 2 минуты. Почти в самом конце, буквально за 2 минуты до снятия с плиты, мы добавляем наш кунжут. Перемешиваем и дотушиваем. Вот такая у нас получилась фасолька. Очень вкусная, аппетитная, сочная. Всем приятного аппетита! Ну вот, наша фасоль готова. А мне остается надеяться, что мой рецепт вам нравится. И вы будете готовить его для себя и своей храны. Пока-пока! До новых встреч!